У культурной столицы Беларуси, Бабруйску, сё лета надзвыше и багатая концертная выставочная житцё. Разом с тым, граждане упынены, что понятие «культура» мая больш широкий сенс. Гэта и адукация, и выхование, и частиня навокал. Жихары города на Березине за сабливой отказностью сё лета подыходить и до навядзения парадков у дворах. Гэта один с двору микрорайона Заходни, Бабруйска. Тут не чекали объявления месячника по доброму парадкованию. Сами дружно собрались и вышли на уборку. Как только нам сказали, что нам надо порядочек в нашем дворе, да и мы сами знаем, что нам нужен порядок, красота. У нас маленькие детки, чтобы деткам нашим было приятно играть. Всё, мы все без проблем вышли навести порядок в нашем дворе. Прошлый год здесь тоже делали возле этого дома. Песок ровняли, рассыпали, девчата садили цветы. В этом году тоже они цветы садят сейчас. А я делаю ящики. С кровати материал. Вот пойдёт на ящик с песка. В прошлом году детки помогали, в этом году дети уже в школе не могут. То есть вышла я, потому что я за всех. Я борец за чистоту. Ну, самые приятные люди радуются. У гэтым дворы живут у основным шмадетные семьи. До суботников их организовала мясцовый депутат. Кера у них дитяжега садка. С початку, каже, одинки мясцовых же хоров сгаджалися выйти и допомогчи прибрать каля дому. Зараз целая команда. В этом году город Бобруйск культурная столица Беларуси. Естественно, что мы гордимся своими достопримечательностями, культурным наследием. Но всё же, считаю, каждый бобруйчанин, если будет соблюдать бытовую культуру, с которой начинается наш родной дом, то именно это и будет огромный вклад в культуру нашего города. Бобруйчане отзначают, те, кто допомагает коммунальникам навозить парадок у дворы, сметься себе под ноги не выкидывают. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона.